В прямом эфире новости на своем. Меня зовут Александра Слободская. Здравствуйте. Вот главные темы этого выпуска. Чистое электричество прямо из воды. В Кочубеевском районе заработала новая Барсучковская гидроэлектростанция. Что она даст энергосистеме края и что в ней уникального? Подробности у Никиты Шишкова. В Краевой столице подвели итоги конкурса. Директор школы Ставрополя 2020 с победителем познакомилась Екатерина Сегида. Блестеть и блистать. Расскажем о трендах новогоднего макияжа. Электричество из обычного водосброса. Там, где раньше был простой гидроузел, теперь стоит гидроэлектростанция. В Кочубеевском округе прошло торжественное открытие нового энергообъекта. Как реку заковали в турбины и что уникального в новой ГЭС. Никита Шишков из машинного зала. Мило названная в честь одноименной реки Барсучковская ГЭС на самом деле современный энергетический объект высокого уровня. Даром, что в классификации она считается малой. Зато технологических инноваций здесь хватает. А это сердце всей ГЭС-3 водяных турбины. И они, кстати, в стране уникальны. Обычно генераторы расположены вертикально, и вода в них поднимается снизу вверх. Тут другая, горизонтальная и прямоточная система. За счет этого достигается большая эффективность. Для понимания всего одной такой турбины достаточно, чтобы обеспечить энергией полторы тысячи квартир. А всего в год выходит 25 миллионов киловатт-часов электричества. Стоит новая плотина совсем недалеко от Невиномыска, на Большом Ставропольском канале. И обуздать силу воды здесь придумали почти 10 лет назад. Здесь серепат, он существует давно. Раньше мы энергию потока воды из выравнившего водохранилища ГЭС-4 гасили за счет холостого водосброса, который вот находится правее немножко станции, в чаше размыва, которая сегодня является нижним бифом этой ГЭС. Соответственно, была давно инвестиционная затея построить на этом перепаде ГЭС, которая бы исключила холостые сбросы воды и использовала энергию потока для выработки электроэнергии. Вырабатываемое электричество пойдет на оптовый российский рынок. Кстати, под Невиномыском уже сформировался настоящий кластер возобновляемой энергетики. На соседних от ГЭС холмах уже вращают лопастями ветряные электростанции. Каждый новый объект укрепляет нашу энергобезопасность. Хочу сказать, что Ставрополье и зеленая энергетика – это уже два слова синонима. В этом году мы запустили солнечную электростанцию на 110 мегаватт. Мы вводим в эксплуатацию ветерогенерацию на 240 мегаватт. Ну а Ставрополье постепенно становится центром подготовки нового профессионального сообщества. Ветрогенерации будут вводиться в эксплуатацию. Старорабочие места – это аналоги, это новая какая-то профессиональная структура. Ставропольский край все-таки один из лидеров именно и в зеленой энергетике, и в общей энергетике Российской Федерации. Кстати, новая ГЭС стала настоящим подарком к профильному празднику. Торжественное открытие прошло на День энергетика. Так что ни обрывов, ни замыканий специалистам желают Никита Шишков и Антон Поляков. Ставропольское телевидение. Не горит, а зажигает на работе. Так можно сказать о директоре 37-й школы Ставрополя. Она победила в престижном краевом конкурсе и поделилась с нами секретами своего успеха. О школе глазами директора Екатерина Сегеда. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Такое дружное и звонкое приветствие Евгения Валентиновна слышит уже на протяжении почти 30 лет. Я работала 26 лет в 26-й школе учителем и заместителем директора. И только в 2017 году в 37-й школе была назначена директором. Новая школа, новый коллектив, новые дети и родители. Евгения Валентиновна признается, было волнительно. Но у целеустремленного директора нашлось немало единомышленников. За три года школа изменилась до неузнаваемости. В первую очередь перемены оценили ученики и коллеги. Она так изменила нашу школу со своим приходом. У нас актовый зал теперь очень красивый. Раньше там не было кресла, как сейчас. Раньше там были просто стулья. Теперь у нас есть булочки, очень вкусные в столовой. Раньше не было булочек? Ну, были, но не такие вкусные. Она очень ответственная, она профессионал своего дела. Настолько легко работать, что даже те нюансы, которых если ты вдруг чего-то не знаешь, а естественно всегда такие какие-то нюансы возникают, то Евгения Валентиновна настолько легко помогает, настолько легко, и я бы сказала, даже ненавязчиво это делает, что кажется, что ты сам к этому пришел. То есть вот как руководитель я могу сказать, что это, наверное, человек с большой буквы именно директор. Проверить себя Евгения Валентиновна решила в краевом конкурсе «Директор школы Ставрополья-2020». Испытания проходили в два этапа. Сначала из 29 участников из разных территорий региона выбрали десятку лучших. Далее был волнительный очный этап. Руководители школ состязались в знаниях законодательства в сфере образования, демонстрировали ораторские способности и не только. Заключительные конкурсные задания, решение управленческих ситуаций и дискуссионная площадка позволили членам жюри окончательно определить победителя. Лучшим директором стала Евгения Волосовцова. Я испытала еще раз свои возможности, к чему я готова, есть ли пределы тому совершенству. Вы знаете, в любом деле, я уверена, должно быть развитие. И вот когда оно есть, значит, мы растем, мы творим, мы созидаем, мы участвуем и радуемся тому, что мы делаем. Этой победой Евгения Валентиновна еще раз доказала себе, что она на своем месте. И у директора немало свежих идей. У нас родились вот такие зоны отдыха здесь, интерактивные зоны. У нас появился проект «Комната боевой славы», который мы открыли к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. У нас реализован проект «English Travel» – это реконструкция кабинета английского языка. Но дальнейшие перспективы, конечно, не останавливаться на этом, потому что хочется, чтобы учебные кабинеты и помещения, куда заходили дети, они выглядели современно, они нравились, приносили удовольствие, у них комфортно было учиться и работать. Необычные инсталляции, резные деревья, гирлянды – на первый взгляд, так и не скажешь, что все это всего лишь вход в обычную среднюю общеобразовательную школу. Но, по мнению директора 37-й школы Краевой столицы, именно так должно выглядеть учебное учреждение. И, как нам кажется, в эту школу дети точно ходят с удовольствием. Екатерина Сегеда, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. К Новому году Ставрополь засияет разноцветными огнями. Краевую столицу украсят почти 10 километров светящихся гирлянд. Это не говоря уже о целом множестве новогодних арт-объектов и 34-х елках, которые разместились на площади Ленина. О других новостях региона в нашем обзоре. В Ипатово завершился ремонт дорожного покрытия на трех городских улицах – на Школьной, Ленина и Голубовского. Специалисты вложили новый асфальт, нанесли разметку, обустроили тротуары, установили знаки и остановочные пункты. Работы проходили по краевой госпрограмме развития транспортной системы. В предгорном округе завершается строительство детского сада на 160 мест. Объект возводят в станице Ясентукской. В дошкольном учреждении оборудуют бассейн, физкультурный и музыкальный залы. Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой цокольного этажа. Также идет подготовка к установке кровли и монтажу перекрытия. Сад построят по госпрограмме комплексное развитие сельских территорий. В Пятигорске в 2021 году реконструируют Лазаревский сквер. Уже вымощены брусчаткой и природным камнем первые дорожки. В планах у специалистов облагородить территорию, прилегающую храму. Работы проходят в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды, входящей в состав нацпроекта «Жилье и городская среда». Тон, помада, тушь и блестки – вот и все, что потребуется вам для создания новогоднего макияжа. Романтичный, сияющий образ или более яркий и броский? В каком стиле встречать наступающий праздник? Моя коллега Виктория Шкальная попробовала тренды макияжа на себе. Подготовка к Новому году – дело не из простых. Стол накрыть, семью собрать и дом нарядить. Ну и, конечно, не забыть про себя любимую. Итак, представим, времени полчаса, под рукой минимальный набор косметики и две подруги-стилистки. Для макияжа нам потребуется тонирующее средство, консиллер, губная помада, тушь и, главное, блестки. Как ты сказала, времени у нас мало, поэтому мы будем тебя собирать в четыре руки. Пока я буду делать тебе макияж, Арина тебе сделает укладку. Самое главное, после увлажнения кожи лица мы наносим тон, выравниваем цвет. Усталость от бессонной предновогодней ночи и нарезание салатов уберет консиллер. А румяна придадут той самой морозной свежести. Правда, есть небольшой секрет. При экспресс-образах мы можем использовать универсальные средства. Например, одной помадой мы можем сделать румянец, накрасить глаза и подчеркнуть яркость губ. Закрывай глаза. И изюминка новогоднего макияжа – блестки. Много блесток. Нанести такие переливающиеся пигменты можно не только на глаза, но и на губы. Завершающий штрих – тушь. И образ готов. Наш макияж готов. Мы сделали такой очень нежный образ. А если вам хочется более дерзкого образа, то сейчас моя коллега Арина покажет, как трансформировать макияж в более яркий. Я стукну. Поворачивайся. А на глазах снова главный тренд новогоднего образа – блестки. С дерзостью у нас всегда ассоциируется стрелка. Для начала мы построим обычной черной подводкой стрелку и дальше немножечко добавим изюминки. Параллельно с макияжем трансформируем и прическу. Собранные волосы, плетение и цепи. Ну что ж, новогодний макияж готов. С ним можно провести хоть уютный и милый вечер дома. Или веселую ночь в клубе. Решать уже вам. А готовы к Новому году Виктория Шкальная, Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Если вы сняли что-то интересное или у вас есть проблема, пишите нам в редакцию. Номер на экране 8 928 350 80 70. А теперь о погоде подробнее я передаю слово ее ведущей Виктории Шкальной. А у меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Спасибо, что были с нами. Здравствуйте, дорогие зрители своего ТВ. О погоде на среду, 23 декабря, расскажу прямо сейчас. В Ставрополе пасмурно и снег. Днем температура минус 2, ночью минус 4 градуса. В Изобильненском и Новоалександровском округах пасмурно и мокрый снег. Днем 0 градусов, ночью минус 3. В Пятигорске и Минеральных водах также ожидается снег. Днем минус 2, ночью минус 4 градуса. В Кисловодске пасмурно 0 градусов днем и минус 3 ночью. Переходим к востоку края. Там также ожидаются осадки. В Дивном, Ипатово и Арсгире минус 3 днем и минус 4 ночью. В Буденовске и Нефтекумске сильный снег. Днем минус 2, ночью минус 3 градуса. А теперь немного милых новостей. В океанариуме Чикаго живут 4 прекрасных пингвиненка. Дарвин, Шарлотта, Томба и Изи. С началом пандемии птицы не видели людей и, по мнению работников, очень сильно заскучали. И чтобы развеять тоску, им организовали прогулку. И не где-то, а на безлюдном футбольном стадионе. Любопытным животным даже разрешили заглянуть в раздевалки. Ведь, как считают сотрудники океанариума, такие вылазки помогают пингвинам еще и поддерживать физическую форму. На этом у меня все. Увидимся на своем ТВ.